Привет, друзья! Еду в зал. И пока еду, хочу поделиться с вами секретами, лайфхаками, как принято это сейчас называть, которые помогут вам достичь большего успеха, прогресса от ваших натуральных тренировок и в жиросжигании, и в построении мышечной массы. Я уже говорил о них не раз в статьях, в видео отдельно. Сегодня поговорим конкретно о всех и сразу для утра, для вечера и что и как делать до и после тренировки. Ну, начнем мы по логике с утра. Утром, друзья, вы просыпаетесь. Раньше я тоже заблуждался, считая, что после продолжительного времени, когда организм якобы не получает питательных веществ, но это неправда. На самом деле, ночью, даже если вы не кушаете на ночь вечером, о чем мы поговорим чуть позже, организм все равно получает питательные вещества и все у него нормально. Так вот, я считал, что нужно, можно есть быстрые углеводы для того, чтобы быстро пополнить себя энергией. Это, друзья, заблуждение. Тот, кто смотрит мои видеоролики, знает, что инсулин это самый сильный, самый мощный анаболический гормон, который когда-либо существовал в нашем организме. Но и он, как любое лезвие обоюдоострое, может как принести пользу, так и вред. Вы знаете, как получать от этого пользу. И сегодня мы просто только немножечко поговорим, напомним. Или это будет полезно тем, кто впервые столкнется с моими видеороликами. Так вот, друзья, если мы хотим получить реальную пользу от инсулина, нужно грамотно его использовать. Утром, после того, как вы проснулись, нужно выпить стакан-два воды. Чистой воды или можно добавить туда немножечко лимонного сока. Естественно, если у вас все нормально со здоровьем, вы захотите сходить в туалет по-большому, это нужно сделать. Потом сделаете вакуум, сделаете мою гимнастику для позвоночника. И можно и нужно завтракать. Но завтракать быстрыми белками и медленными углеводами. Это не позволит инсулину резко подняться. А после того, как вы долго находились без действия, все мышцы неактивны. И инсулин, это еще транспортный гормон. То есть он берет питательные вещества и завозит их в клетки. И мышечные, и жировые. Так вот, если вы утром резко повысите уровень инсулина печенькой, шоколадом, фруктами, свежевыжатым соком, неважно чем, вы вредите себе. Вы настраиваете ваш инсулин на то, чтобы он все эти питательные вещества отвозил, привозил именно в жировые клетки. Чего нам с вами не нужно. Вот еще почему я не советую делать кардио с утра, как вы просыпаетесь. Потому что кардио вызывает больше катаболических гормонов, нежели анаболических. Это все туда же. Ну ладно, мы с вами выяснили, что утром ни в коем случае нельзя повышать уровень инсулина. Это будет крайне негативно сказываться на вашем жиросжигании, на наборе сухой мышечной массы. Вообще, в принципе, на всем. И, естественно, на здоровье тоже. Во второй прием пищи можно съесть немножко быстрых углеводов, но опять-таки, если вы не планируете и не находитесь на стадии жиросжигания, похудения. Вообще, на самом деле, если говорить совсем уж откровенно, современные фрукты и овощи ничем не лучше синтезированных, а чаще и хуже синтезированных витаминов. Если вы думаете, что вы будете ограничивать себя во фруктах или вот этих современных овощах и не будете чего-то недополучать, это неправда. По той простой причине, что в самих этих фруктах ничего из этих питательных полезных веществ нет, потому что выращены они неправильно, быстро очень. Но не в этом суть. Суть в том, что если вы хотите действительно получать пользу от инсулина, вы должны уметь его регулировать, уметь им управлять. И именно если вы оставите все сладкое, фрукты, но опять-таки сладкое не фастфуд, на время сразу после тренировки, вот тогда инсулин будет брать эти питательные вещества и относить их правильно в мышечные клетки, потому что мышечные клетки будут рабочими, они будут сухими и готовыми, как губка сухая, впитать в себя воду. Они также, мышцы, будут жадными до питательных веществ. И инсулин, естественно, понесет их в первую очередь к мышечным клеткам, но не к жировым. Но опять-таки, нужно понимать, что перебирать с калориями и следить за тем, что, когда и сколько вы едите, все равно остается важным и необходимым. Разобрались мы с утра, да? Теперь переходим к времени до тренировки. До тренировки, друзья, за 2-2,5 часа очень важно, чтобы вы поели медленных углеводов. Да, это могут быть макароны твердых темных сортов. Это может быть овсянка, гречка, бурый рис. Кстати, обычный рис белый, это быстрый углевод, не забывайте об этом. Пропаренный рис намного лучше, чем обычный белый рис, если выбирать между этими 2-мя продуктами. Это даст вам энергию на то, чтобы вы получали пользу от вашей тренировки и имели силы, энергию на саму тренировку, на то, чтобы таскать эти тяжести. Что касается предтреников, которыми я категорически не рекомендую злоупотреблять и даже просто использовать, потому что это крайне негативно сказывается на сердечной деятельности. Но вы можете употреблять аргинин как чистую добавку в чистом виде в порошке. Но мы с вами договорились сегодня, что не будем говорить с вами о добавках, только о натуральном. Если вы посмотрите золотую эру, кто внимательно смотрел «Качая железо» с Арнольдом, тот видел, что бодибилдеры тех времен, в кадрах это часто показывают, перед тренировкой в зале непосредственно съедали апельсин. Попробуйте, друзья, вы будете удивлены, насколько это классно работает как предтреник. Вы будете испытывать бамп, вы будете испытывать кайф. Не знаю, честно скажу откровенно, как и почему это работает, с чем это связано, но не раз пробовал на себе, люблю и мандарины, и апельсины перед тренировкой. Мне это очень сильно помогает. Опять-таки, скорее всего потому, что это выбрасывает инсулин. А как мы знаем, многие бодибилдеры, огромные бодибилдеры, используют инсулин перед тренировкой и сразу после, что дает им огромный прирост мышечной массы. Попробуйте это, это просто супер. Теперь поговорим о послетренировочном приеме пищи. Это как раз-таки, друзья, то время, когда вы должны съесть быстрый углевод. Быстрый углевод самое важное. Можно даже не пить протеин. А в идеале съесть быстрый углевод и минут через 20 выпить комплексный протеин. Что произойдет? Вы будете на истощении после силового тренинга или после интервального кардио. Вы опять-таки всю вашу мышечную систему приведете в рабочее состояние. Мышцы будут нуждаться в гликогене, мышцы будут нуждаться в питательных веществах. Резкое поднятие инсулина, если вы еще добавите туда БЦАшик, приведет как раз вот к тому, что нам нужно. Инсулин опять-таки возьмет все питательные вещества и повезет их, друзья, в мышечные клетки, обделяя жировые. То, к чему мы и стремимся. Переходим к вечеру. А плавно перейдем через как раз-таки после тренировочное питание. Почему? Потому что многие из вас пишут мне, что тренируются очень поздно. И стоит ли делать такое повышение инсулина вечером после тренировки, если приходишь домой и ложишься уже практически спать. Ведь вечером нам не нужно повышать инсулин. Да, друзья, но во сколько бы вы не закончили вашу силовую тренировку, сразу по окончании последнего рабочего подхода, последнего сета, последнего повторения, вы должны принять этот самый быстрый углевод. Если это вечером, то это может быть пол банана, либо пару кубиков темного шоколада, на крайняк ложечка сахара и БЦА. Это резко поднимет уровень инсулина, то, что нам нужно. Опять-таки все питательные вещества, которые есть, пойдут в мышцы. Потом вы сделаете заминку, растяжку, сходите в душ, либо придете домой, потом сходите в душ, все равно пройдет какое-то время. В организме пищи уже не останется, и вы можете спокойненько ложиться спать. Так вот, следующий секрет, следующий лайфхак, который самый важный, вообще просто наиважнейший, это не есть как минимум за 2 часа до сна, а лучше 2,5-3 часа. И нужно понимать, что чем старше мы становимся, тем промежуток этот временной должен удлиняться между последним приемом пищи и тем, как вы отправитесь в постель. Почему не нужно кушать? И почему не нужно бояться того, что организм не будет получать необходимого количества питательных веществ? Потому что наш с вами дневной рацион питания был сбалансированным. Мы к этому времени уже получили, надеюсь, все питательные вещества. И даже если недополучили, не страшно, потому что ночью организм переходит совершенно на другой режим питания. Но если вы покушаете и будете ложиться спать с полным животом, как раз-таки выброса гормона роста не будет. Почему не будет? Потому что пища будет тормозить выброс гормона роста. Многие говорят, а как же вот инсулин вечером после тренировки, если мы повышаем? Инсулин же не работает с гормоном роста, и он будет понижать его. Друзья, здесь просто недопонимание. Смотрите, вы поели последний раз за 2 часа до тренировки. Потом у вас происходит тренировка. Потом вы, получается, будете принимать вот этот высокоуглеводный продукт для выброса инсулина. Так, после последнего приема пищи прошло как минимум 3-3,5 часа у вас. У вас практически уже организм все переварил. И резкое повышение инсулина, оно же наоборот, еще больше заберет все питательные вещества. И потом инсулин поднимается на короткий промежуток времени. Инсулин нужен как раз-таки именно, чтобы понижать уровень сахара крови. И по факту, такой подход, такой прием, наоборот, будет провоцировать еще больший выброс гормона роста ночью. Не забывайте, что самый высокий выброс гормона роста происходит где-то через 2 часа после засыпания. Почему? Потому что происходит он в фазе уже глубокого сна. Это тоже все нужно понимать. Вот такие, друзья, простые советы, рекомендации помогут вам прогрессировать при, естественно, грамотном составлении тренировочных программ, восстановления сна, общего режима питания. Не забывайте, что питание может быть однообразным. Главное, чтобы оно было рациональным. Не обязательно хорошее питание должно быть разнообразным. Рациональным. Но не обязательно разнообразным. Нет ничего сложного. Нет никаких секретов. Нет никаких таблеток, поверьте, пока еще. Как запретили эфедрин, все, нету супер сжигателей. Не вздумайте покупать современные жиросжигатели. Это пустая трата времени и денег. Серьезно. Вы просто-напросто выбрасываете деньги на ветер. С тех пор, как убрали эфедрин, используют там псевдоэфедрин, но это уже не то. И успехов всем. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Обязательно, друзья, поделитесь данным роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Если вы согласны, ставьте лайк, пишите, с чем не согласны. С чем согласны. Если не согласны, обязательно ставьте дизлайк, но еще важнее, пишите, с чем вы не согласны и почему. Скажу вам, что питание в основном это теория. Но все вот эти секретики, которые я вам сегодня рассказал, они реально работают на мне, работают на моих учениках. Вы это видите в комментариях, я это вижу в отзывах, которые мне приходят десятками ко мне в личную страничку. В инстаграм, в контакт. Кстати, что можете сделать и вы. Ну что, друзья, спасибо, что смотрели. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok